МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА События недели в эфире. В студии Артём Сухоломкин. Здравствуйте. На совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах президент России Владимир Путин напомнил о важности в каждом регионе создать стопроцентную готовность к любому сценарию развития пандемии. Вот фрагмент его выступления. Важно, чтобы по всей стране, не только в крупных городах и агломерациях, а в каждом регионе и территории была стопроцентная готовность, чтобы бороться за жизнь каждого человека, помогать людям, столкнувшимся с болезнью. Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки. Пик еще не пройден. Число заболевших растет. И не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации. В Брянской области поставленные президентом задачи выполняются. По поручению губернатора Александра Богомаза развернут специализированный коечный фонд. Больницы обеспечены всем необходимым. Укомплектован штат специалистов. Контроль возложен на заместителя губернатора Сергея Тимошенко. 16 медицинских учреждений региона перепрофилируют на случай необходимости приема пациентам с диагнозом COVID-19. Уже подготовлены два корпуса областной больницы. Госпиталь для ветеранов воин и детская городская больница номер один. На остальных объектах строительно-монтажные работы в самом разгаре. Цель подготовить до 2,5 тысяч койко-мест. ИВЛ – это аппарат для людей, нуждающихся в искусственной вентиляции легкой кислородной поддержки. Вот сейчас мы подсоединяем этот аппарат к кислороду. Это и есть спасение для тяжелых больных с диагнозом COVID-19. Только в одном областном госпитале ветеранов аппаратов ИВЛ устанавливают 48. Однако в такой усиленной кислородоподдержке нуждаются далеко не все зараженные. Принимать здесь в госпитале будут больных разной степени тяжести. И для этого уже закуплено все необходимое. У нас по оборудованию готовность практически полная. Уже проходит монтаж оборудования. Это аппараты ИВЛ. Это все необходимые для разворачивания реанимационной палаты. Это те аппараты, которые необходимы для менее тяжелых пациентов. 140 пациентов. Именно столько в случае необходимости готов принять областной госпиталь ветеранов. Строители доделывают последние штрихи и заверяют, к концу недели готовность будет 100%. Всего на объекте задействовано более 30 специалистов. По всем палатам на сегодняшний день произведена разводка кислорода. И обеспечено 98 мест с поступлением кислорода для медицинских целей. Особое внимание не только оборудованию, но и кадрам. Полным ходом идет формирование бригад. Помогать сотрудникам госпиталя ветеранов будут коллеги из клиника диагностического центра и физкультурного диспансера. На одну смену 46 бригад будет сформировано. Бригада – это врач, две медсестры, санитарки. Пока у нас идет формирование в плановом порядке. В свою очередь правительство региона гарантирует без внимания. И, конечно, материальной поддержки брянские медики не останутся. Мы сегодня, чтобы вы понимали, там 50 миллионов пришло от федерального бюджета на повышение заработной платы технических работников, которые работают. Я сегодня подписал распоряжение, 100 миллионов мы еще выделяем вам на зарплату тем людям, которые будут работать. И все, что касается этих финансов фокусов, я думаю, мы решим. А это уже новозыпка. В местной ЦРБ работы тоже ведутся в интенсивном режиме. На случай приема больных коронавирусом здесь перепрофилируют инфекционное отделение. В двухэтажном здании оборудуют 40 коек. В наличии все необходимое, в том числе и 12 аппаратов искусственной вентиляции легких. Этот госпиталь у нас будет готов к концу этой недели. Но вводить его в эксплуатацию мы будем только по приказу Департамента здравоохранения. Пока такой надобности нет. По такому варианту у нас организована палата реанимации, где уже присутствует в настоящий момент и увлажнительные кислороды, и аппарат искусственной вентиляции легких на два места. А на этих кадрах резервный пункт лечения в Дядькове. Госпиталь оборудовали на базе акушерского пункта. Здесь на случай необходимости создано 100 коек. Ровно столько же готовят и в Карачевской центральной районной больнице. Обратите внимание, пока здесь находятся подрастуковые койки, так как это детское отделение. Вот их придется заменить. А кислород уже подведем. Осталось только установить вентили, специальные насадочки, для того, чтобы потом поставить здесь банки боброва для подачи увлажненного кислорода. Итак, в каждой палате для приема больных в Карачевской ЦРБ сегодня уже почти готов. Целый двухэтажный и, что важно, отдельно стоящий корпус. С диагнозом COVID-19 сюда будут доставлять пациентов средней степени тяжести, тех, кто нуждается в кислородотерапии, но без подключения к ИВЛ. Тем не менее, их здесь тоже установят порядка семи штук. Мы будем закупать мониторы прикроватные, маски кислородные, такие специальные банки боброва для подачи увлажненного кислорода, а также отсасыватели, кварцевые облучатели для обеззараживания палат. Ну и вот, ну и там еще мелкое оборудование. Как и во всех 16 перепрофилированных для борьбы с коронавирусом медучреждениях, самые важные работы, конечно, по разводке кислородные линии. Сегодня в Карачеве они уже близки к завершению. Специалисты уверяют, сложностей нет. Здесь уже была старая разводка. В большинстве палат находятся выводы кислорода. Там, где нет, мы, соответственно, проводим по-новому. Ну и так как было выводы на один, на два выхода, то мы уже делаем на три, на четыре, ну в зависимости от того, насколько большая палата. Мы же понимаем, для чего это нужно, поэтому мы все делаем как надо. Всего же для подготовки больниц уже задействовано порядка 150 специалистов из более чем 10 подрядных организаций области, выполняющих строительные, отделочные и специализированные работы. Согласно поручению главы региона Александра Богомаза, контроль за ситуацией на объектах осуществляет его заместитель Сергей Тимошенко. На оснащение медучреждений из областного бюджета выделено 162 миллиона рублей. Это решение губернатора. Еще одно – выделение дополнительных средств на закупку лекарств. Распоряжением губернатора выделяется дополнительно 371 миллион на лекарственные препараты. Чтобы создать такой свой, скажем так, резерв Брянской области, мы перестраховываемся и создаем определенный запас препаратов. Работа на опережении и победа над пугающим многих диагнозом COVID-19. Сегодня это главная цель правительства области. Для этого будут предприняты все меры. И вот еще цитата президента России Владимира Путина о подготовке регионов к развитию пандемии. Внимание на экран. Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы реализовать любое, ответить на любой вызов, реализовать любой сценарий, какой бы ни сложился у нас на каждой из наших территорий. Береженого Бог бережет. Работа идет на опережение. В Брянской области подготовят до 2,5 тысяч койкомест для лечения больных с коронавирусом. Это в несколько раз больше, чем требуется от региона. В Брянской области сегодня функционируют 604 койки для лечения коронавирусных больных. Норматив Минздрава для региона составляет 596 коек. Кислород подведен к 539 коекам. Норматив Минздрава – 418. Параллельно ведется закупка медицинского оборудования, аппаратов искусственной вентиляции легких и необходимых для борьбы с вирусом лекарств. Информацию, касающуюся коронавируса, во время пресс-конференции озвучил руководитель областного департамента здравоохранения Андрей Бардуков. Лечением ковидных больных на Брянщине сейчас занимаются три учреждения. Областная больница, госпиталь ветеранов и детская городская больница номер один. 294 миллиона рублей выделены из федерального бюджета на организацию дополнительных 596 коек. И эта цифра не окончательная. Принято решение подготовить для, как бы, такому сценарию неблагополучному еще до 2000-2500 коек по области, которые будут также заниматься лечением, если это потребуется, лечением ковидных больных. Важно! Большинство из 2500 коек будут оснащены подачей кислорода. Брянск, Сельцо, Жирятина, Дядьково, Клетня, Карачев, Выгоничи, Севск, Клинцы, Новозыпков, Климова. Строительно-монтажные работы в самом разгаре. Параллельно больницы оснащают медицинским оборудованием. Губернатор распорядился выделить на это 162 миллиона рублей. К 1 мая все лечебные учреждения должны, что называется, встать под ружье. Не надо панике предаваться. Это заболевание, которое лечится, которое можно контролировать. И самое главное, чтобы население это воспринимало адекватно. Вирус новый, а лечение все тоже старое. Противовирусная терапия и антибиотики, если понимание. Ничего нового, ничего не придумали. И весь мир так лечит, в том числе и мы. Тесты на ковид-19 в регионе делают сразу несколько лабораторий. Это Кожвен, Центр СПИД, Диагностический центр Роспотребнадзора. Раз в неделю всему медперсоналу с передовой, потенциально больным, по мере необходимости. Людям с подозрительными симптомами в первую очередь. По приказу все вне больничной пневмонии, если у нее есть подозрение на пневмонию, мы не можем исключить какая она вирусная этиология или какой-то другой. Мы всем делаем тест на коронавирус. С понедельника мы всех пациентов с повышением температуры и с подозрением на пневмонию мы всех пропускаем через компьютерный томограф. Чтобы вас успокоить, я скажу, что у нас полугодовой создан. Еще распоряжением губернатора выделяется дополнительно 371 миллион на лекарственные препараты, чтобы создать такой свой, скажем так, резерв Брянской области. Больницы, подготовленные для лечения больных COVID-19, оснащены 119 аппаратами ИВЛ. Правительство Российской Федерации через Минпромторг выделило нашей области еще 20 аппаратов. 130 миллионов рублей губернатор региона Александр Богомас выделил дополнительно еще на 70 аппаратов. Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме. Поликлиники не закрыты. Плановые и внеплановые обследования проводятся в индивидуальном порядке. А вот к стоматологам только с болью. Я думаю, что красивые и здоровые зубы – это не настолько важно, чтобы по сравнению с этой инфекцией. Чтобы мы должны защитить прежде всего самих себя и никогда не забывать про наших близких, родственников и про наших родителей, про наши старшие поколения, потому что мы все понимаем, что самые уязвимые – это они у нас. Андрей Бурдуков не дает прогнозов по изменению ситуации с коронавирусом. Вся надежда на ближайшие две недели. Жителям Брянска и области советуют набраться терпения как минимум до 30 апреля и строго соблюдать уже усвоенные меры профилактики. Добавлю, опыт Брянской области по созданию условий для борьбы с коронавирусом оценили в Центре. О том, как власти Брянской области оборудуют больницы для приема больных COVID-19, рассказала газета «Известия». На страницах федерального издания говорится, что наш регион готов к разным сценариям развития пандемии. И о работе губернатора по сохранению здоровья и жизни жителей Брянской области. В условиях борьбы с коронавирусом очень многое зависит от врачей, медсестер и санитаров. Многие в целях безопасности были вынуждены ограничить контакты с родными и близкими. Врачей, которые отдыхают от напряженных смен в пансионате «Сосновый Бор» навестил первый заместитель директора регионального департамента здравоохранения Виталий Мосин. Напомним, по распоряжению губернатора Брянской области Александра Богомаза сотрудники медицинских учреждений, которые вступают в непосредственный контакт с пациентами с диагнозом коронавирусная инфекция, в целях безопасности были размещены в одном из санаториев Брянского района. Настроение рабочее. Люди работают, настроены на работу. Отдыхают в нормальных условиях. Впечатления самые положительные и от территории, и от условий пребывания. Все организовано по высшему классу. Доктора довольны. Сейчас на территории пансионата «Сосновый Бор» находится порядка 70 метров работников. Для врачей это возможность перевести дух перед очередной сменой. Нас сюда привозят после работы и отвозят нас на работу. Здесь все в этом плане очень хорошо организовано. Также у нас здесь полноценное трехразовое питание, что также исключает те моменты, когда ты приезжаешь после работы, уставший, и вместо того, что ты идешь готовить, ты можешь здесь поесть и отдохнуть. Условия проживания совершенно стандартные для любых посетителей «Соснового Бора». У нас отдельно стоящие домики. Домик полностью автономный. Телефон, Wi-Fi, все у нас работает в штатном режиме. Телевизоры, все, все, да. Несколько завтраков, поскольку одни уезжают со смены, другие приезжают. Все это в разное время, поэтому мы подстраиваемся под их время. Люди очень довольны. Условия проживания хорошие, питание прекрасное. Досок организуется, там есть и бильярдные, и велосипеды, и квадроциклы. Люди гуляют в лес, ходят по территории. В общем, люди положительные отзывы о проживании. Но важно помнить, сейчас для медработников куда важнее комфортных условий помощь каждого из нас. Как врачи мы вас просим, оставайтесь дома, для того, чтобы нам не приходилось приезжать сюда, а мы могли находиться вместе с нашими семьями. Главные магистрали, города, тротуары и остановочные комплексы продолжают дезинфицировать. Работники ветеринарной службы дезраствором обрабатывают все остановки общественного транспорта. К ним присоединились и коллеги из районов области. Всего в городе почти 600 остановочных комплексов, которые дезинфицированы. Обеззараживание также провели более чем на 100 улицах. В условиях самоизоляции жители региона могут не беспокоиться о качестве электроснабжения. Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса и компания Россети-центр Брянск Энерго приняли меры для бесперебойного снабжения энергии жителей и предприятий. Эту тему в режиме видеосвязи обсудил губернатор Александр Богомас с генеральным директором Россети-центра Игорем Маковским. В непростых условиях угрозы распространения инфекции, стабильное энергоснабжение входит в разряд тем особой и стратегической важности. И энергетики совместно с региональным оперативным штабом под руководством губернатора Александра Богомаза держат ситуацию с электроснабжением региона на особом контроле. О принятых дополнительных мерах главе региона рассказал генеральный директор Россети-центр Игорь Маковский. «Определили 523 объекта особой важности на территории региона, 55 медицинских, 36 объектов, которые обеспечивают предоставление государственных и муниципальных услуг населению, и 432 объекта, объекты жизнедеятельности, в том числе цифровое телевидение, сотовая связь, интернет, то есть вся коммуникация, которая сегодня пользуется усиленным населением». Энергетики запаслись материалами и оборудованием. Если раньше резерв был рассчитан на месяц автономной работы, то сейчас на квартал вперед. Значительную часть сотрудников компании отправили на удаленную работу с сохранением зарплаты в полном объеме. Тем же, кто непосредственно работает на объектах, полагается надбавка. Они обеспечены средствами защиты. Энергетикам запретили лично снимать показания счетчиков. Эта мера снизит риски заразиться как сотрудникам, так и жителям региона. «Вы правильно сказали, если не дай бог кто-то появится где-то заболевший, заболевший – это проблема. Это проблема для того структурного подразделения, для данной организации. То есть нужно принимать меры, нужно искать жилье, чтобы жили и бригадами. Вот эту работу мы ведем. И, конечно, я хочу сказать спасибо вам за сотрудничество, за понимание». И даже если вдруг в каком-то подразделении зафиксируют инфицированного и персонал отправится на карантин, перебоев с электричеством не случится. Компания отработала механизм быстрой запитки участка от соседнего. В сложившихся условиях производственные программы выполняются в срок и в полном объеме. Важные строящиеся объекты и предприятия получают электроэнергию. «Бизнес развивается, он все равно будет развиваться. В этих условиях он пройдет, кризис пройдет, он еще даст толчок. Толчок для дальнейшего развития. Потому что мы сегодня уже смотрим, понимаете, то, что не производилось, его нужно производить. И мы начали производить. Это тоже хорошо. Но мы переживем, если будем сегодня режим самоизоляции и относиться именно ответственно к тем мерам, которые сегодня требует Роспотребнадзор, наш санитарный врач». Александр Богомаз поблагодарил руководству предприятия за слаженную работу и эффективные управленческие решения. Обеспечение детей из нуждающихся семей техническими средствами для обучения на дому, предоставление детям-льготникам продуктовых наборов и многое другое обсудили на федеральном видеоселекторном совещании. Как отметил на совещании секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак, главная цель – в максимально сжатые сроки обеспечить каждому ученику в стране доступ к дистанционному образованию. В Брянской области поставленные задачи в этой сфере уже выполняются. «Видеоуроки, которые записывают наши преподаватели в нашей региональной системе, то есть уже дают себе знать, что она действительно стала наполняться, и работа идет, это и работа также в электронном ключе и родителей, дневники, отсматривают материалы и так далее. Поэтому домашние задания. Поэтому даже этот уже факт говорит о том, что действительно работает система». Музыка и физкультура онлайн, а еще формулы по геометрии и задачи по физике. Все через экран монитора. Только вот свой современный гаджет пока есть не у всех. «Единая Россия» совместно с правительством России разработали программу поддержки школьников «Помоги учиться дома». Она обеспечит компьютерами или другими гаджетами детей из нуждающихся семей. Эта тема поднималась. На территории области есть все дети, которые нет возможности купить у родителей, нет того или иного гаджета или компьютера. Поэтому действительно стояла задача. «Единая Россия» поддержала инициативу о том, что необходимо вывести возможность из ее субъекта и так рассмотреть возможность и покупки компьютерной техники. Также региональные отделения «Единой России» будут контролировать обеспечение продуктовыми наборами школьников из нуждающихся семей в период дистанционного обучения. В нашей области уже дан старт и сформирован график выдачи продуктовых наборов для детей с особенностями здоровья, малообеспеченных и многодетных семей. Сухпайки утверждены сотрудниками Роспотребнадзора. «Это будет единовременно, что выдача сухпайка один раз и больше, чтобы люди не ходили в школу». Партия проконтролирует, чтобы зарплаты учителям в регионах выплачивались своевременно и в полном объеме. Несмотря на дистанционную работу, меньше ее не стало. Также Министерство просвещения запустило проект «Волонтеры просвещения». В его рамках учащиеся старших курсов педагогических вузов будут помогать учителям приспособиться работать дистанционно. Несмотря на угрозу коронавируса и самоэцелляцию, образовательная жизнь региона продолжается. Весенние каникулы закончились, пора снова браться за тетрадки. В Брянской области учителя и ученики перешли на дистанционное обучение. У нас сегодня урок русского языка. Для урока нам понадобится учебник по русскому языку, тетрадь и пенал. Но теперь к этому учебному комплекту добавляется еще и компьютер. Или телефон. Система дистанционного образования адаптивна. Занятие с четвертым классом Наталья Прудникова начинает с того, что вспоминает материал прошлого урока. Затем занятие по теме. Детям нужно составить текст по серии сюжетных картинок. Девочка присела, чтобы его на ручки взять, а мальчик решил его погладить. В начальной школе у первых и вторых классов дистанционный урок длится не более 20 минут. У третьих и четвертых до получаса. Все потому, что детям вредно находиться у монитора дольше указанного времени. Мы используем программы для видеосвязи и выходим на онлайн-уроки с детьми. Даем им задания. Через виртуальную школу мы получаем обратную связь. Нам прикрепляют домашние задания. И мы получаем работу ученика, которую оцениваем. И оценки выставляются в журнал. Начиная урок геометрии в старших классах, Ольга Соломонова, учитель математики и информатики Снежской гимназии Брянского района, проверяет, у всех ли детей работает веб-камера и микрофон. В начале было очень непривычно, потому что жизнь перед нами поставила такую проблему, с которой мы не сталкивались до этого. У нас в школе были такие моменты, когда несколько детей у нас обучались дистанционно в связи с болезнью, например, или какими-то другими жизненными необходимостями. Но так, чтобы вся школа и весь класс уходил на дистанционное обучение, мы с этим, конечно, столкнулись в первый раз. Но опыт приходит с практикой, и ученики, а за ними и учителя, быстро адаптировались к новым условиям труда. Занятия проходят полноценно, с решением задач, проверкой домашнего задания и даже ответами у доски. Виртуальной. Пожалуйста, Алиса, слушаем тебя. Почему два этих треугольника будут равны? Два этих треугольника равны по признаку, потому что у них равны гипотенозы и острые округи. Снежская гимназия разработала подробные инструкции и методики для всех школ Брянского района. Как пользоваться виртуальными средствами, как строить и проводить занятия, на что в первую очередь обращать внимание. Андрей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, родителям, как ссылочки вписать, а то они не знают, на что нажимать. Чтобы скопировать ссылку? Не скопировать, а вот, допустим, когда я проверяю задание, да, и я делаю там, где у них ошибки, я делаю комментарии. А это дистанционное родительское собрание в лицее номер два в Бежице. Основной темой обсуждения стала, конечно же, цифровизация обучения и подробный разбор интернет-сервисов, с помощью которых сейчас учатся дети. Дистанционное обучение открывает перед нами огромный простор для тех видов работы, которые невозможно организовать в классе. Так, допустим, в шестом классе у нас сейчас проходится тема пища, продукты питания и рецепты. И теперь у нас есть возможность предоставить детям в качестве творческого задания, попробовать себя в роли шеф-повара. Чтобы удержать детей перед экраном, нужно их заинтересовать. Поэтому упражнения для дистанционного обучения в лицее номер два разрабатываются таким образом, чтобы они имели личную значимость для учащихся. Например, задание «Рассказ о любимой игрушке». Дети говорят о том, что им нравится, а учитель слышит и оценивает правильность произношения. Это мой ребенок. Его имя Барсик. Он имеет маленькие уши, маленькие черные носа, большие черные и оранжные глаза. Сейчас у нас все больше и больше становится уроков, и всегда дети очень ответственно подходят к каждому нашему включению. То есть в рамки наших получасовых уроков мы вкладываем все – и теорию, и практику, и даже небольшое общение, и закрепление, и даже творческие работы. Вместе с учениками продолжают учиться и сами преподаватели. На дистанционный режим перешел и Брянский институт повышения квалификации работников образования. 350 педагогических работников Брянской и Брянской области пройдут повышение квалификации в режиме дистанта. На сегодняшний день уже 174 человека прошли обучение в период с 1 по 13 апреля. И с 13 апреля по 28 апреля оставшаяся часть учителей пройдет повышение квалификации в режиме дистанционного обучения. Учителям даем информацию на нашем дистанционном сайте. И в момент начала курсовой подготовки у них есть план работы. Они четко знают, в какой день, какое задание они должны изучить. Они должны дать обратную связь. И, соответственно, в режиме форума, в режиме чат-сессий мы в определенное время с учителями общаемся, отвечаем на все их вопросы. И, соответственно, они получают от нас обратную связь. Более того, если у кого из слушателей возникают вопросы или трудности, всегда можно связаться с преподавателями по телефону или по видеосвязи. Получать новые знания и работать над проектами дистанционно ученикам и педагогам предстоит как минимум до конца апреля. В период пандемии коронавируса население как никогда нуждается в помощи. И первоочередная задача поддержать тех, кто находится в группе риска. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Валентин Суббот вместе с активистами волонтерского центра посетил Погарские многодетные семьи. Об этом сообщают наши коллеги из газеты «Вперед». Депутат вручил семьям продукты и товары первой необходимости. Кроме этого, волонтеры оказали семьям психологическую и юридическую консультации. Тысячи православных верующих отметили светлое Христово Воскресенье, самый большой православный праздник. Для всего мироздания началась истинная весна, светлое радостное утро новой жизни. Как в условиях пандемии прошел великий праздник в Брянской области, расскажет Артемий Маркелов. Впервые в истории Брянского телевидения ночное пасхальное богослужение одновременно транслировалось в прямом эфире сразу на двух телеканалах – на Брянской губернии и общественном телевидении России. Так, возможность дистанционно поучаствовать в богослужении пасхальной ночи появилась у каждого верующего нашего края. Это было особенно кстати в условиях вынужденной самоизоляции. В крестном ходе участвуют только духовенствы и церковнослужители. Такого в новейшей истории церкви не было, пожалуй, со времен советского богоборчества. Но столь малочисленное молитвенное шествие сегодня имеет иную причину – угрозу распространения новой инфекции. Верующие вняли призывом патриарха, митрополита, врачей и светских властей и потому остались дома. И вот пасхальное приветствие. Вновь и вновь звучит это самое древнее и краткое песнопение, прославляющее воскресение Христова. На заутренне духовенство облачено в белые ризы, напоминающие об одеждах ангелов, явившихся мироносицам. С началом литургии священнослужители переоблачаются в красные, пасхальные одеяния. Красный – цвет крови, пролитый Христом за людей. Этот цвет указывает и на царское достоинство Спасителя. На литургии митрополит Александр вознес особую молитву, которую всегда читали при угрозе эпидемий – молитву во время распространения вредоносного поветрия. Архипастырь призвал верующих к добродетели и сугубой молитве, особенно в такое непростое время. Пожелал пастве быть истинными последователями Христа, быть твердыми и мужественными в вере для спасительного прохождения земного пути к жизни вечной. Сердечно поздравляю всех вас, мои возлюбленные братья и сестры, со светлым праздником Святой Пасхи и призываю непрестанно являть образ настоящих учеников Спасителя, подавая добрый пример окружающим людям и возвещая совершенство призвавшего вас от тьмы в чудный свой свет. Христос воскресе! Так верующие будут приветствовать друг друга еще следующие 40 дней до празднования Вознесения Господня. В это особенное время православные христиане не только прославляют воскресшего Спасителя, но и главное, стараются сделать как можно больше добрых дел. Индивидуальным предпринимателям, которые торговали на рынках города промышленными товарами, снизили стоимость аренды торгового места на время простоя из-за угрозы коронавируса. Об этой и других мерах поддержки шла речь на оперативном совещании в Брянской городской администрации. Предпринимателям региона предоставлены значительные льготы из-за пандемии коронавируса. Так, недавно в регионе приняли закон, по которому владельцам коммерческой недвижимости предоставляется налоговая скидка 50%, но только в том случае, если арендодатели снизят плату за аренду не менее чем в половину. На этом фоне нездоровый пиар делают себе так называемые блогеры и оппозиционеры. Проще всего прославиться, очерняя любой, даже самый гуманный поступок. Диванные Наполеоны на этот раз переоделись в костюмы предпринимателей и устроили шоу якобы от лица работников рынка. Сюжет той басни таков. Группа оппозиционно настроенных товарищей инициирует обращение от предпринимателей рынка. Роли были распределены среди людей с, мягко говоря, запятнанной репутацией. На сцене Олег Тарабукин. Он не торгует на рынке, так как был лишен права за нарушение правил торговли. В массовке доморощенные блогеры Маслов и Куприянов. Отметим, что эти персонажи также не имеют никакого отношения к рынку. А господин Куприянов и вовсе подозревается в обмане доверчивых людей, заманивании их в медицинский центр, где людям предлагали сомнительные услуги за очень большие деньги. Горе актеры раскачивали лодку недовольства от лица рыночных работников. Вот как на выступление Погорелого театра оппозиционеров отреагировал один из арендодателей. Сейчас всем нам непросто, но товарищи явно пытаются раскачать ситуацию, пользуясь трудностями в связи с коронавирусом. Зачем надо было выступать от имени работников рынка? Кто-то стремится выжить и прокормить свои семьи, а кто-то пытается нажить политический капитал на общей беде. Анекдот в том, что к тому времени настоящие предприниматели уже вовсю пользовались льготами, которые действуют в регионе с 1 апреля. Это и налоговые схидки, и снижение стоимости аренды. И в подтверждение этому совещание с владельцами рынков о том, как реализуется эта поддержка на практике. Так, управляющая компания советского рынка уже снизила стоимость аренды. Компании принято решение, вне зависимости от тарифа, применить на сегодняшний момент стоимость арендной платы порядка 500 рублей. Принимать арендные платежи до конца месяца, без ограничений, без пеней. 500 рублей за квадратный метр площади. Примерно во столько же обойдется грузовой такси, если предприниматель решит забрать товар домой. Если же у него 5-6 торговых мест, то можно на время самоизоляции оставить только одно, чтобы платить меньше. Если же предприниматель не согласен с тарифом вообще, он может отказаться от места на рынке, без каких-либо штрафов и неустойок. Муниципальному рынку точно такая же ситуация. Предоставляются скидки на 50% арендной платы, позволяются отсрочки по платежам, не начисляются никакие пеней и штрафы на этот период. Это тоже определенным образом является поддержкой для предпринимателей. Городские власти поставили задачу – донести информацию о льготах до всех предпринимателей, которые были вынуждены остановить торговлю промышленными товарами в это непростое время. Льготные условия будут действовать до конца месяца и могут быть продлены, в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. В Рянске-Навиженском рынке также прошло коллективное собрание. Предприниматели пытались наладить диалог с владельцами рынка. Дело в том, что 15 апреля срок внесения платы за аренду. Но в нынешних условиях торговля стоит. Прибыли у работников рынка нет. Как конструктивный диалог пытались превратить в базар провокаторы. Какую поддержку, тем не менее, получили предприниматели в открытом диалоге с властью, расскажет Андрей Мамошин. Беженские ряды продуктами питания торгуют исправно и на улице, и в павильонах. А вот обувь здесь уже не купишь, да и на весеннюю коллекцию курток не посмотришь. Торговать нельзя в связи с пандемией коронавируса. Оплатить аренду надо. Руку помощи протянуло государство. Поддержка предпринимателей идет на федеральном уровне. Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг, сталкиваются сейчас с объективными трудностями сокращением заказов, снижением выручки. Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит, сохранить своих сотрудников. Предложенные президентом послабления для бизнеса касаются налогов, кредитов и страховых взносов. Подключились и региональные власти. Распоряжением губернатора предпринимателям уменьшили в половину имущественный налог. Снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения тоже на 50%. Торговцы беженского рынка хотят, чтобы и собственник пошел им навстречу. Собрались обсудить проблемы сначала на рынке, но без базара не обошлось. Спасибо доморощенным блогерам. Бизнесмены про аренду, про диалог с собственником администрации, а те все больше про губернатора, про выборы. В общем, тянут выгодное им русло. На колени встаньте, почему-то сбор не помог. Как нам прокормить землю? Я не депутат, я коломей. Не богомаза, а как прокормить землю? Зачем и одно к другому? Ну что, мужики, а вы что-нибудь скажете или только женщины говорят? Не прокомментируете? Я пошел, что не про богомаза говорить, а про аренду места. Богомаз, по крайней мере, хоть что-то делает. А, вы считаете, дело. Хорошо. И все делает. Понятно, что в такой компании диалога быть не может. Конструктив начинается в кабинете Станислава Николаевича Кошарного, главы беженской администрации. Предприниматели хотят, чтобы их услышали арендодатели и пошли им навстречу. Та категория, это две трети рынка, которая занималась реализацией промышленных товаров, оказалась в более сложной ситуации. И руководство рынка, и руководство города, района, значит, делает все, чтобы диалог конструктивный, деловой. В диалоге областные и городские власти четкую позицию излагает Марина Дбар. В это непростое время требования губернатора по отношению к муниципальным рынкам таково. Руководители муниципальных, коммерческих рынков, которые находятся в городе Брянске, обязаны уменьшить арендную плату для предпринимателей. Что касается комплекса, это муниципального рынка Советского района, арендная плата уменьшена более чем на 50%. Компания Мусон, это коммерческий рынок Советского района, арендная плата уменьшена на 76%. Не услышано только наше требование директора биржеского рынка. Не было услышано. На сегодняшний момент городские власти вмешались в этот процесс. Перед директором рынка биржеского поставлена была задача уменьшить арендную плату, заполнить требования губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза. Вслед за советским рынком, где уже снизили плату за аренду, важные решения принимает и администрация биржеского. Уменьшена арендная плата для тех, кто занимается реализацией продуктов питания на 10%. Кроме того, директором рынка подписан документ об уменьшении минимум на 50% арендной платы и для торговцев промтоварами. Предпринимателям нужна и другая поддержка. Достаточно продуктивная была беседа. Мы были не одни. Мы приглашали Федина Александра Сергеевича. Это директор обиженской ряды. Достаточно плодотворная была она встреча. Мы обсудили много вопросов. Мы надеемся на компромисс. Власти нас услышали, поддержали. Относиться друг к другу с пониманием призывают стороны встречи. Арендаторам тяжело платить за аренду, пока они не торгуют. А арендодателю покрывать собственные издержки. Это и содержание дворников, охраны и так далее. Но пути решения чисто экономических вопросов есть. Без участия паникеров и провокаторов. Предприниматели в категорической форме не приемляют все попытки их развести в вопросах отдельных личностей. Задавать и провоцировать вопросы. Там нормальная, деловая, конструктивная обстановка. Ведь мы решали не политические вопросы. Мы решали вопрос, скажем так, нашего выживания. Да, это совсем не политика. Мы хотели просто диалога, чтобы нас услышали, чтобы к нам пришли на встречу. Мы пришли к ним на встречу, а они к нам. Руководству беженского рынка предложили присмотреться, к примеру, рынка центрального, где пошли на встречу предпринимателям и снизили аренду. Там проблем не было. В беженских рядах возникло, но вмешались власти. Есть мнение, что руководство беженского рынка пойдет на встречу арендаторам и еще больше снизит арендную плату на период пандемии коронавируса. Также потребительское общество беженские ряды могут претендовать на получение 12 100 рублей в месяц на каждого из своих сотрудников. Обязательное условие для получения этой государственной помощи сохранение максимальной занятости на уровне не менее 90% штата. На этой неделе в прямом эфире нашей телекомпании дал интервью и ответил на вопросы телезрителей председатель комитета Брянской областной думы по промышленности, предпринимательству и собственности Сергей Антошин. Вот как он прокомментировал поведение провокаторов. Два депутата, Архитский и Павлов, только они у нас, знаете, бьются за малых и средних предпринимателей. Вот остальные, так знаете, сидят молча. Но все эти вопросы, не только эти вопросы, а в основном, как работает Дума, рассматриваются на комитетах, где приглашаются специалисты. Эксперты. Эксперты, специалисты. И мы их подробно, ну, в зависимости от вопроса, расспрашиваем. Если касается ЖКХ, если касается стройки, стройки там, торговли, торговли. То есть мы приглашаем. И сколько бы это время не заняло, мы разговариваем до тех пор, пока не найдем концепсус. Что здесь происходит? Ну, выступает Павлов. Ну, несет там вообще. Космические корабли бороздят простор. Выступает Архидский. Вообще не могу понять, для чего, что. Вот, понимаете, общими словами. Заканчивается Дума. Выходит на сайте КПРФ. Заявление. Комментарий по итогам экстренной сессии Брянской областной Думы. Рубрика «Жизнь о кома партии». Слушайте, ну, я не знаю, какая у них жизнь о кома партии, но я готов, вот, в буквальном смысле, тут несколько строчек зачитать. Заявление большое, да. Да, заявление большое, но оно не подается никакой просто критике. Вот просто не подается критике. Если бы я не знал Архидского, но это уже, так сказать, опытный чиновник, по-другому его не назовешь. Сколько раз он был депутатом Брянской областной Думы, там, раза три или четыре депутатом горсовета. Да, он возглавляет КПРФ, на сегодняшний момент первый секретарь, но базовых вещей не знать. И вот писать вот это, тут даже без переводчика не переведешь все это. Пожалуй, еще никогда экономика Брянской области не подвергалась столь тяжелому испытанию. Минимум на полтора месяца пристановили работу практически все заведения сферы услуг, общественного питания, перечисляет он, медицинские учреждения. В ряде районов остановились производство и строительство. Да, вы что? Все, это же понятно. Очевидно, будущее экономикой Брянской области массовое банкротство. Непонятные предложения правительства региона не выглядят серьезным антикризисным решением и носят половичный характер. Знаете, почему я это говорю? Потому что ни один из коммунистов не был ни на одном комитете, но моем. Либо он находится, и они молчат. Только на Думе, когда зажигаются камеры, хотя на каждом комитете присутствуют те тоже телевидения. Пожалуйста, выступайте. Выносите конкретные те предложения, которые вы считаете антикризисным. Конструктивные. Конечно. Недоздавшись реальных, внятных и конкретных решений от федеральной власти и столкнувшись с несогласованной работой региональных структур, в духе лебедя, рака и щуки из известной басни Крилова, Брянское областное отделение КПРФ выступило с конкретным предложением по определению случившегося кризиса. То есть у них есть конкретное предложение. Вот три листа, да? Я читаю, 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 читаю. Где же у них конкретное предложение? Ну, нашел. Мы убеждены, что пандемия коронавируса со всей очевидностью продемонстрировала пагубность и уязвимость меньшиного капиталистического курса страны и обострила и без того непростые социально-экономические проблемы, защищая бизнес. То есть здесь у них получается капиталистический курс страны, но бизнес надо защищать. И самое главное, как же они будут нам помогать? Коммунистическая партия в лице с Архидским, с первым секретарем. Хорошим знаком и символом надежды в скорой победе над пандемией коронавируса для каждого жителя Брянска стало возвращение 11 апреля, в преддверии 150-летия со дня рождения Ленина, памятника вождю мирового протиллятора на свое законное центральное место на площади возле ДК БМЗ. Точка. Нормально? Ильича, наверное, отремонтировали за деньги КПРФ? Нет. Не за деньги КПРФ. Это распоряжение губернатора Брянской области. Я когда был в Беженском райкоме, в Компартии, мы собирали деньги, еще Глот был главой Беженского района. Мы этот памятник пытались сохранить. Мы сделали обрамление из уголков, чтобы он не рассыпался, чтобы людям на голову плитка не падала. Мы пытались собрать деньги. Ну да, соберешь там. Никто ничего не хотел делать. Поэтому в губернатор Брянской области Александр Васильевич Богомас принял решение, и когда реконструировался полностью... Вся площадь. Вся площадь, да. Он обязательно сказал сохранить память, потому что он хочет, чтобы эта память была для людей, живущих в то время. Вы понимаете? А здесь у нас окажется с хорошим знаком и символом надежды в скорой победе над пандемией коронавируса будет памятник Владимиру Ильичу Ленину. Ну, архидский. Но вы думаете, что вы говорите. Вы еще возьмете этот памятник, поставите на самосвал и провезите по всем районам. И мы сразу победим. Ну, понимаете, вот до какого абсурда доходит. При этом они говорят, нет, ребята, надо совместно. Но если совместно выносите эти предложения, мы на сегодняшний момент эти предложения выносим. Во многих учебных заведениях региона стартовала выдача продуктовых наборов для льготной категории школьников. Больше сотни сухпайков заменят горячее питание детям на время дистанционного обучения. Вот, например, как это происходило в гимназии номер один Брянского района. Теперь на школьном дворе не шумные детвора, а их родители на безопасном расстоянии друг от друга. Заполнить анкету и получить свой продуктовый набор. Такая возможность выпала льготным категориям учеников. Сюда относятся дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети с особенностями здоровья. Вчера мы получили вот эти продуктовые наборы, в количестве, которое мы и заказали. Этот продуктовый набор, он согласован с Роспотребнадзором. Постарались составить график таким образом, чтобы не было наплыва, чтобы не было много народу в один момент. 106 пакетов для льготной категории детей. Здесь все самое необходимое. Гречка, геркулес, рис, сок, консервы и для сладкоежек даже банка сгущенки. Почти 500 учеников первой гимназии Брянского района теперь учатся дома. Но такой переход на дистанционное обучение не должен повлиять на меры социальной поддержки. Это как подарок. Очень приятно, тем более в сложившейся ситуации. Много негативных новостей. А это очень приятная новость. Это очень неожиданно. Когда я вчера увидела, что в других областях, я подумала, что как-то интересно, будет ли у нас такое. И тут сегодня учитель пишет. Поэтому это очень приятно. Это сейчас очень необходимо. Всего в нашем регионе планируется выдать почти 20 тысяч продуктовых наборов. Их выдачу планируют провести за три дня. Несмотря на пандемию, жизнь продолжается. Брянские строят дороги, социальные объекты. Производится капитальный ремонт крыш, многоэтажек. Мы побывали на строительной площадке одной из самых больших школ в регионе. На объекте трудится сразу несколько бригад и десятки единиц техники. В сентябре этого года образовательное учреждение встретит своих первых учеников. Здесь уже заметны яркие оттенки стен, но пакеты со строительными материалами еще повсюду. Состоящая из четырех секций мастерских для работ с деревом и металлом, гимнастическим залом и даже бассейном. Сейчас на строительство одной из самых больших школ в регионе задействовано более 200 рабочих. Идет завершающая стадия по трем блокам. Это окрашивание учебных классов, холлов и коридоров. Устройство плитки, полов, линолеум, двери и остекление на завершающей стадии. Просторные коридоры и светлые учебные помещения, а еще и обеденная зона. Столовая в этой школе будет вмещать сразу 600 учеников. Здание полностью соответствует всем нормам строительства. В современное оборудование и самые креативные дизайнерские решения ждет и актовый зал. По проекту он рассчитан почти на 550 мест. Сейчас строители приступили к возведению сцены. Уже 1 сентября сюда выйдут юные таланты 71-й школы. Но не только внутренние работы. Бригады строителей активно трудятся и на прилегающей территории к будущей школе. Для мини-футбола, волейбола и других игр с мячом, с прочным покрытием и самым новейшим оснащением. По проекту предусмотрено сразу несколько спортивных площадок. Для учеников возведут и беседки для отдыха. Ввиду благоприятных погодных условий ведется вертикальная планировка территории, благоустройство. Соответственно, брусчатка укладывается, тротуары и проезды. Восхищает и объема работы, и мастерство, желание, с которым строители делают, подбор материалов. Стана стройка выходит на финишную прямую. Мы с вами видим и масштабность, и замысел, тот, который заложили проектировщики и авторы проекта. Несмотря на нерабочую неделю из-за коронавируса, строители признаются, все упущенные работы они уже наверстали. В обязательном порядке соблюдают и санитарно-эпидемиологические требования. Строительная организация получила пропуска на ведение работ, разрешение, подготовила мероприятия, чтобы условия для работающих были безопасны. 1225 учеников. Ровно столько готова принять новая школа. Первый звонок тут прозвенит традиционно в День знаний. Уже в сентябре этого года. Мальки Белого Амура, Толстолобика, Карпа и Щуки получили новую прописку в водоеме села Мохановка Стародубского района. Привезены они были из рыбхозяйства Курска. Сегодня мы запускаем запхолевическое поселение в озеро, которое расположено в селе Мохановка, Белого Амура и Толстолобика. Спонсором закупки малька выступил наш председатель колхоза Пыка Пал Михайлович. Он и спонсировал данную программу. По словам главы администрации Александра Подольного, сделано это для того, чтобы жители и гости района могли отдыхать и ловить рыбу. Также он напомнил об ограничениях по добыче водных биоресурсов в связи с периодом нереста рыбы. На территории Стародубского района они действуют с 1 апреля по 10 июня. Еще больше финалистов. На сайте нашего телеканала для участников проекта «Станцуй лучше!» «Спой лучше!» завершилась борьба за дополнительные путевки в финал. Напомним, по итогам основного зрительского голосования финалистами телепроекта «Станцуй лучше!» «Спой лучше!» стали 6 хореографических коллективов и 6 участников номинации «Вокал». В связи с эпид-обстановкой в стране редакция нашего телеканала сообщила о временной приостановке конкурса и переносе заключительного этапа телепроекта. Однако, чтобы участники в режиме самоизоляции не скучали, организаторы решили подарить шанс выступить в финале тем, кому не хватило зрительских голосов. В ходе двухнедельного дополнительного голосования среди претендентов развернулась упорная борьба. В результате разрыв между первым и вторым местом составил всего несколько десятков голосов. В связи с этим совет жюри принял решение, что в заключительном этапе проекта «Станцуй лучше!» «Спой лучше!» борьбу продолжат танцоры из образцового ансамбля «Белые берега» и единственный солист проекта Иван Ковалев из унеческого коллектива «Браво!». Список финалистов в номинации «Вокал» пополнили Ксения Залогина из Жуковки и Виктория Жилина из Брянска. В Брянских лесах введен особый противопожарный режим. Он продлится на территории всех лесничеств области с 21 апреля по 11 мая. Населению запрещено разводить костры, жечь траву и мусор. Высокие риски распространения огня. О нарушениях режима или возникновения лесного пожара можно сообщить в диспетчерский пункт по телефонам, указанным на экране. Сообщения принимаются круглосуточно. Проведите выходные в кругу своей семьи. Соблюдайте режим самоизоляции. Берегите себя и своих близких. И до встречи на Брянской губернии.